Водителей, не желающих заключать или продлевать договор о страховании автогражданской ответственности, ОСАГО, становится в России все больше. По статистике МВД, в 2017 году гаишники выписали 2,8 миллиона штрафов за езду без ОСАГО. Это на 40% больше, чем в 2016 году, когда было выписано 1 миллион 900 тысяч штрафов. Напомню, на сегодняшний день штраф за отсутствие действующего полиса ОСАГО составляет 800 рублей. Однако при оплате в 20-дневный срок действует скидка 50%. Если у вас есть действующий полис, но вы забыли его дома, что штраф составит всего 500 рублей, в этом случае надо, чтобы инспектор не поленился пробить машину по базе АИС РСА, Российского союза автострактивчиков, в которой в ГИБДД имеет доступ с июня 2015 года и убедился, что полис на машину выписан. Вообще тот факт, что ГИБДД получила доступ к базе ОСАГО, позволило с 2016 года в пилотном режиме запустить в Москве, Казани и в нашей Самаре систему, которая штрафует за езду без полиса автоматически по камерам видеофиксации. Правда, эксперимент признан неудачным и проверку ОСАГО по камерам отложили, по крайней мере пока. Причина в том, что в базе АИС РСА слишком много ошибок. Так вот, члены нового правительства вместе с депутатами Госдумы на этом не успокоились и пытаются найти меры, которые бы заставили водителей раскошелиться. Я считаю, что лучше загнать водителей в ОСАГО при помощи не кнута, а пряника, например, предоставлением более удобного сервиса или предоставлять хорошую скидку при оформлении договора ОСАГО в электронном виде, а еще сократить минимальный срок действия полиса ОСАГО до одного дня, например. Но власть у нас так устроена, что с большим удовольствием продумывает возможность применения именно кнута к тем, кто ездит без автогражданки. Так, в ближайшее время в столице планируется вновь запустить пилотный проект, который будет выявлять на дорогах водителей с просроченным ОСАГО. Об этом сообщил СМИ начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников. По словам главного ГАЭшника страны, разработка системы, направленная на выявление водителей, катающихся по столице без полиса, уже практически завершена. Другими словами, запустить ее готовы хоть завтра. Допустим, система по выявлению водителей с просроченным ОСАГО будет запущена в тестовом режиме. Это означает следующее. Водителей будут ловить за езду без ОСАГО, а вот привлекать к административной ответственности пока нет. Другими словами, тот, кто попадется, получит на телефон уведомление в виде СМС о том, что у него закончился срок действия полиса, и его необходимо продлить. Как всегда, когда наши чиновники кого-то ловят, щепки летят, мама не горюй. Так было с телеграммом, и тут то же самое. С 1 июля у россиян, приобретающих новые автомобили из-за всей этой катавасии, вообще могут возникнуть проблемы с покупкой полиса ОСАГО. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс. Ситуацию осложняло прекращение оформления бумажных паспортов транспортных средств 1 июля. Юргенс отметил, что в списке госкомпаний, с которыми взаимодействуют страховщики при продаже ОСАГО, нет администратора системы электронных ПТС, АО «Электронный паспорт». Для продажи ОСАГО страховщики потребуют от владельца автомобиля ПТС или свидетельства о регистрации. А свидетельства у хозяина новой машины не будет. Авто еще не состоит на учете. А без ОСАГО машину на учет поставить нельзя. Таким образом, у владельца машины будет только электронный ПТС, которому нет доступа у страховщиков. Юргенс отметил, что информацию о документах страховщики могли бы получить через информационный обмен с электронным паспортом, опять же. Гендиректор электронного паспорта Илья Минкин заявил в газете, что такой документ будет подготовлен совершенно точно не позже 1 июля. При этом Юргенс считает, что к этому сроку страховщики все равно не успеют наладить взаимодействие. Напомню, это уже не первый случай, когда база АСРСА дает сбой и мешает людям жить. В январе 2016 года из-за запущенного процесса перерасчета ошибочных данных в базе, она зависла, и несколько дней в России нельзя было оформить новый полис ОСАГО. Ни электронный, ни бумажный. Все, как в старой пословице. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить. В случае с автовладельцами ездить по дорогам, которые хуже оврагов. За что платим налоги и страховку, мне непонятно. Это была программа «Цифры» и я, Андрей Асташкин. Увидимся.